Пришел яблочный коль спас, гад тот яблочек запас. Лето на исходе, уйдьте не в огороде. 19 августа в России отметили православный праздник преображения Господня. В народе именуемый яблочный спас. Традиционно именно к этой дате хозяйки освещают церкви созревшие плоды и готовят из них разнообразные угощения. Сладкую выпечку, блины, варенье и салаты. Считается, что такие яблочки и продукты из них способны исполнять желания. Отметили праздник и видно. Яблочный спас мы, конечно, не первый год проводим, но каждый раз все время что-то придумывают организаторы, ребята, молодцы. Они у нас творческие, креативные. Вот сегодня вот этот фестиваль пирогов. И сколько приехала организация, учреждение со своими выпечками, идеями. В общем, главное, что на каждом столе с десяток разнообразных визок. Мы отдаем дань и тем людям, кто строил этот город. Кто поднимал его, кто создал его, кто гимн городу написал, где видно, как и прежде, яблони цветут. В детском городке Центрального парка прошел конкурс под названием «Яблочная рапсодия». В нем приняли участие коллективы дошкольных учреждений, Ленинское отделение общества инвалидов и семейные команды. Приготовили наши педагоги совместно и родители, конечно, которым большое спасибо. Ваша задача сегодня победить или принять участие? Вы знаете, каждый надеется на победу, но и, конечно, участие в этом замечательном конкурсе, это тоже очень для нас. Спасибо всем. Мы отмечаем и праздник, и делаем приятное нашим жителям, нашего города. И себе для нас это тоже большой праздник. Жюри предстояло выбрать победителей в номинациях «Самый большой пирог», «Самый вкусный пирог», «Широкий ассортимент», «Самое необычное оформление» и «Юный пекарь». Что тут только нету? И вон сухой пирог, и блинчики, и повидло, и с орехами, и с тем, и с тем, и пирог, и торты. О, молодцы какие у нас люди. Настолько подготовлено и интересно, такие презентации красивые, действительно просто невозможно победителя как-то выявить. Конкурс прошел в рамках регионального фестиваля «Открытый город», организованного при участии торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. Недалеко от столов с выпечкой разместились торговые палатки представителей малого и среднего бизнеса. Нежный бизнес, плюс торгово-промышленная палата, плюс те мастера, которые традиционно своими руками делают какую-то продукцию и продают ее на территории Центрального парка. Здесь можно было не только познакомиться с работой местных производств, салонов красоты и флористики, но и приобрести продукцию видновских мастеров, в том числе и самых юных. Словом, каждый мог найти что-то себе по душе. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.